Свой палаточный лагерь ребята из Ленинска разбили буквально в трёх метрах от Малого моря, самого тёплого залива Байкала. Первые дни погода не радовала, крапал дождь. Однако традиционный обряд благополучия, который провели шаманы на священном острове Ольхон, принёс жару, что позволило ребятам всецело насладиться отдыхом и уникальной природой. Сама природа очень хорошая, деревьев мало вообще, червей там не накопаешь даже на рыбу. Пытался там порыбачить? Да. Твоё любимое занятие, да? Да, ничего не получилось. А на кого ловил? Ну, хотел на червя половить окуня, но не получилось, блеснил на спиннинг. Ну что, ты поймал? Нет, ничего не поймал, она не ловилась. Вообще прекрасно было. Там на горы, когда забираешься, такой вид открывается, прям вообще. Это вот мы то, что были на Малом море там, это по карте там вообще маленький кусочек, но всё равно красоте не было. Ясно, Байкал понравился? Да. Конечно, холодно, но это того стоит. Парились в банке, там холодная вода, прыгали в Байкал, в общем. Бегали по горам, лазили, оздоравливались, также катались на велосипедах. Сколько в день проходили? В день, ну километров по 10, наверное, проходили. Самая юная участница похода Дарья Изергина не отставала от старших и прошла все пешие маршруты, а по пути собрала коллекцию морских и горных камней. Помня, по вере местных жителей, взамен оставила священной земле монетку, чтобы задобрить духов. Какие мне самые красивые попадались, я их брала. А почему решила ты именно камушки? Это как память тебе, да? Да. Ты первый раз была на Байкале? Да. И как тебе понравилось? Да, очень. Что больше понравилось? Больше всего понравилось, потому что я еще никогда не видела сусликов. За две недели школьники отдохнули, набрали сил и надолго зарядились особой энергетикой Байкала, которая поможет им в первые дни учебы. На следующий год к берегу озера снова отправятся лучшие ученики школы. Ну, а эти ребята будут стараться, чтобы еще раз увидеть живописные окрестности Байкала.